В Ульяновске прошло первое занятие, первая репетиция второго масштабного проекта творческого центра «Крылья», который теперь дислоцируется во Дворце культуры имени Первого Мая. Его участники, 24 вокалиста, прошли в финал конкурса «Первый взмах». В нём могли поучаствовать все желающие, независимо от наличия музыкального образования. Теперь их ждут занятия с педагогами по вокалу, различные мастер-классы, репетиции и подготовка к отчётному концерту. Максим Сыкин – строитель-предприниматель, но зато поёт отлично. Я занимался в студии «Радость», был одним из солистов. Несколько лет назад прекратил своё творчество в плане вокала, ушёл в работу. И так как я давно знаком с Ильясом Хасановым, с продюсером творческого центра «Крылья», он предложил мне стать участником. Ну, я решил, что пора вспомнить, каково это – петь на сцене. Любовь Иванова – ещё одна участница проекта. Приехала в Ульяновск из Самарской области. Любовь занимается музыкой с детства. Сначала закончила музыкальную школу, а затем индивидуально занималась с преподавателями её вокальных студий. За её плечами несколько музыкальных конкурсов. У неё три высших образования. Сейчас она в отпуске по уходу за маленьким ребёнком. Но с удовольствием выступает во время праздников на концертных площадках «Жигулёвска», где живёт со своей семьёй. Я узнала из социальных сетей, потому что я раньше жила в Ульяновске, так как у меня родители в Ульяновске. И когда я вышла замуж, я переехала в другой город. И за многими ребятами в Ульяновске я наблюдаю, а также какие мероприятия проходят. Мне это всё интересно. И меня пригласили поучаствовать в отборочном туре в проекте «Первый змах». Следующий участник проекта Константин Киушев не имеет специального музыкального образования. Но, по его словам, он всю жизнь учится сам. Константин зарабатывает на жизнь фото- и видеосъёмкой, мелькает в эпизодах сериалов. Я пробовал себя, да, в какой-то момент мне хотелось найти себя, в принципе, в музыке, да. И я искал себя в разных аспектах. И пробовал себя именно в церковно-приходской школе. Хотелось, ну, может быть, в церкви там петь, да, применять свои навыки. Но немножко не срослось. Я большую часть жизни играл и пел под гитару. Сейчас есть, ну, все шансы, наверное, как-то расширить свой диапазон. Педагогический состав проекта, можно сказать, звёздный. Первое занятие проводила Александра Чеботаренко. Она же Саша Зетт. Популярная в Ульяновске певица, опытный преподаватель и представительница Ульяновской области во Всероссийском телевизионном вокальном конкурсе «Звезда-2023». За её плечами факультет теоретической прикладной лингвистики Политехнического университета, музыкальная школа, музыкально-педагогический колледж, плюс множество курсов, которые обогатили её музыкальное образование. В проект творческого центра «Крылья» Александру в качестве педагога пригласил Ильяс Хасанов. Потому что мы здесь тоже обучаем. Вот ближайшие, получается, даже не три месяца, а уже четыре нас там получаются. Хотя заемы внутри. Будем много работать с ребятами. Выигрывают. Все, на самом деле, выигрывают. Потому что вначале все выступают на сцене. Это тоже очень важно выступить. Это большая работа. И не только педагогов точно. Это большая работа, прежде всего, ребят, кто придёт на этот конкурс. Второй педагог проекта Арина Мегдеева, победительница первого сезона проекта. С ней занятия будут позже. Отдельно хочется представить автора и продюсера проекта Ильяса Хасанова. По профессии он журналист, редактор, окончивший Московский университет. С детства Илья занимается музыкой. В музыкальных кругах известен как автор слов сотен замечательных песен. А проекты, которые он реализует, дают шанс многим вокалистам получить ценный профессиональный опыт. Победитель проекта творческого центра «Крылья» поедет на международный фестиваль в Москву. Помимо этого, призёры проекта получат призы от партнёров. От автора проекта подарком станет собственная сольная песня. Ирина Антонова, Данил Сурков, Улправда ТВ.